Уже не первый месяц жители Тверского микрорайона Мигалова ждут открытия одной из главных местных достопримечательностей – памятника воину-освободителю. О начале работ было объявлено еще весной, однако на носу зима, а воз и ныне там. Самое удивительное, что внешний мемориальный комплекс выглядит полностью готовым. Еще в апреле Тверская городская дума приняла решение о выделении 6 миллионов 200 тысяч рублей на обновление скульптуры воину-освободителю в Тверском микрорайоне Мигалова. Установленная в 1965 году, она являлась уменьшенной копией знаменитого берлинского памятника, и ей гордились все местные жители. Летом работавшие более-менее бодро. Открыть место отдыха обещали самое позднее в начале сентября, но что-то не срослось. И ведь давно здесь все уже готово и, в общем-то, благоустроено, и вся территория, высажены кусты, сейчас, правда, по снегу не очень видно, но прекрасно видно, замечательно и довольно изящно видно скамейки и фонари, то есть, казалось бы, постарались, и можно приходить сюда отдыхать. Однако нет Мигалова с особого желания здесь находиться. А на что смотреть? На замотную синюю пленку скульптуру? Со скульптурой с самого начала не заладилось. Сначала ее привезли почему-то не вместе с постаментом. И тут больше месяца простоял пустой. Затем, когда бронзового солдата с девочкой доставили, выяснилось, что композиция заметно меньше прежней. По мнению многих тверских скульпторов, пропорции у обновленного памятника тоже явно подкачали. Педестал занижен относительно солдата. Пропорции в отношениях между педесталом и самой скульптурой должны были быть соблюдены, как в Трептов парке. Монументальность она могла потерять из-за заниженности педестала. Напомним, что в качестве причины замены назывались не только большие трещины на постаменте, но и неправильные пропорции в целом. Однако это не повод уменьшать размеры мемориала, который стал теперь менее внушительным. Что же касается причины постоянных переносов сроков открытия, то тут тверичанам остается только гадать. Может и вправду чиновники осознали свою ошибку и композицию отправят на переделку. Ну а корректировка памятников в угоду исправления пропорции, по идее, в Твери должна продолжиться. И следующая на очереди, вот эта скульптурная композиция Михаила Тверской и Анна Кашинская. Их пропорции, в данном случае длина ног, в самом момент своего появления у Тверской общественности вызвали искреннее удивление, а даже недоумение, а порой просто едкий комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!